Здравствуйте, дорогие друзья! Вот сейчас тема интересная. Она посвящена, вот это мое выступление, сейчасшнее, одному письму, которое мне в блог написал Андрей. Я ему очень благодарен за это письмо. Я сейчас его процитирую дословно, полностью. Оно посвящено большой теме, большой проблеме. Это теме алкоголя. И неразрывно, к сожалению, еще одной теме, теме религии и мировоззренческих стереотипов, идеалов, предрассудков и так далее. Темы связаны. Невозможно не коснуться и Жданова. Я сразу хочу сказать, что до начала этого выступления, что стоит каждому человеку, я по-человечески советую, вы наверняка люди, кто в теме, кто сыроеды, вегетарианцы, люди, стремящиеся к здоровому образу жизни, конечно, смотрели лекции Владимира Георгиевича Жданова, с кем я имею честь уже многие годы тоже лично быть знакомым. Это прекрасный человек, который жизнь фактически свою посвятил борьбе с этим злом. И его главная задача сделать наше Отечество, нашу Родину, наш народ здоровым и счастливым, крепким и сильным. Такие люди, конечно, делают большое дело. И тем не менее, так интересно связан этот вопрос Сепки с религией и с одним лектором, о котором говорит в письме ко мне Андрей, что я должен зачитать и не могу не сказать. Вот давайте попробуем побеседовать на эту тему. Итак, зачитываю письмо. Здравия, Юрий Андреевич. Я писал вам по поводу детских прививок, уже раньше писал. Я отвечал. Зарекался, пока вас больше не беспокоит. Ну, понимает ли мне большую загруженность. Но, по-моему, сейчас очень удачный момент. Я не употребляю алкоголь более одного года. Когда еще про сыроедение и вегетарианство даже и не знал. Просто никогда особо не нравился, и я решил просто бросить. Когда познакомился уже позже с работами Жданова, понял очень много и убедился в своем выборе отказа от алкоголя. Мой отец употребляет алкоголь и не хочет бросать совсем. Но очень сильно проникся религией, тоже примерно около года назад. Есть один священник, Осипов Алексей Ильич, сайт aosipov.ru. Я слушал его некоторые лекции. В принципе, мне многое понравилось. Причем интересно, в один и тот же день, и так несколько раз, у нас с отцом возникали одинаковые важные вопросы. Мировоззренческие, философские, религиозные. И это при том, что он занимался только вопросами религии, а я только вопросами сыроедения. Важно. Я просмотрел видео-лекцию Осипова про алкоголь, где он говорит, что надо разделять пьяниц и умеренно пьющих людей. И для умеренно пьющих применять отдельные меры. Видимо, он не может и сам представлять жизнь без алкоголя. Сам Осипов абсолютно так, коли он так относится. И предлагает применять теорию умеренного питья. Про что Жданов подробно говорит? А как говорит Жданов, это в сто раз страшнее, чем пьяницы для народа и нации. И я с ним согласен. Если у вас появится время просмотреть хотя бы первые 20 минут этого видео, а я просмотрел, не мог не просмотреть, и дать мне комментарии, объясняющие его неправоту, то есть отца, то буду очень благодарен. Мне не хватает интуиции, знаний на основе этого видео объяснить отцу, что он неправ. И так я посмотрел. Конечно, я не мог посмотреть. Это буквально было вчера, по-моему. Я просмотрел. И уже подумал, зная, что иду на вот это видео выступление в клуб сырого обеда, что все-таки я, наверное, возьму с собой листочки. Если будет хоть какое-то время, я коснусь. Вы уж извините меня, что... Я ведь буду цитировать сейчас вот товарища Осипова, но ведь я не могу изменить слова, которые он говорил, исковеркать смысл. Я очень точно постараюсь передать. Вы можете также проверить все, посмотрев это видеоролик с Осиповым. Я это выложу, когда появится видео в сети, в свой блог, и там будет ссылка. Но пока вы можете найти, в общем-то, самостоятельно. Это человек известный. Он, кстати, профессор Московской Духовной Академии Семинарии. То есть профессиональный проповедник, как вот за границей есть. Он у нас, ну, естественно, в другом стиле излагает. Вот, естественно, разумный, умный человек достаточно. Но что же он говорит? А вот теперь меня это так, ну, как бы сказать, не то, что задело. Хочу я понять, почему этот человек так говорит. Правда ли он так считает искренне или все-таки не совсем? И давайте посмотрим, что же он говорит. Я такие каляки свои написал. Может быть, не все удачно и быстро разберу. Вы уж простите, буду постараюсь четко говорить. Итак, начиная тость по выступлению. Я бы хотел поговорить о, ну, вот, об алкогольной теме, да. Первое, о чем мне хотелось бы сейчас сказать, это о том, как мне кажется ошибки, о той ошибке, как мне кажется, которую мы допускаем в нашей работе, а в зале сидят люди, которые, видимо, тоже, ну, там, священники в том числе, ну, то есть те люди, которые вот сталкиваются с, читают лекции, пропаганду ведут, ну, там и так далее, беседы. В нашей работе то, что когда мы беремся за трезвость, то подразумеваем полное непринятие алкогольных напитков. И тут мы делаем ошибку. И он разделяет действительно людей на две группы, как он считает. Что же можно уже в этой фразе сказать? А я скажу следующее. Во-первых, алкогольными нельзя называть напитками. Напиток – это слово пить. А пить надо то, что естественно. Вот воду пить можно и нужно, это естественно. Можно пить соки, не совсем это естественно. Но законы природы по сути биологически не нарушают, а иногда в некоторых ситуациях, наоборот, очень сильно помогают. Алкогольные же яда, жижесодержащие жидкость, в которых находится этиловый спирт, то есть универсальный жирорастворитель, протоплазматический яд и страшнейший на земле наркотик, называть напитком – это поганое пойло, какое бы оно ни было в виде элитного вина за 10 тысяч долларов бутылка или самого поганого самогона, последнего, да? Это всё равно поганое пойло, которое уничтожает наш народ, разрушает как отдельно взятого человека, как его личность, психику, его здоровье, все органы и ткани, мозг в первую очередь, так разрушает наше общество, уничтожает семьи, делает беспризорными, бедными, лишёнными счастливого детства детей, миллионы детей. И неужели, говоря о таком горе и бедствии, в котором наш народ находится в последнее время, десятилетие, неужели можно говорить об алкоголе, как о чём-то, но, собственно, не буду забегать вперёд, скажу дальше, что об алкоголе говорит Осипов. Итак, берёмся за трезвость. То подразумеваем полное. Естественно, трезвость, это и есть от слова трезвость. То есть быть трезвым в здравом уме, в твёрдой памяти и так далее. А алкоголь, любая доза алкоголя, что ещё и Академик Углов и другие учёные доказали давным-давно, даже там несколько грамм алкоголя уже влияет на центральную нервную систему, ведёт алкоголь в крови разрушение, слепание эритроцитов. Эритроциты, попадая в мозг, в микрососуды, делают там кляп. Проходит несколько минут, нервная клетка, и целые группы участки, до тысяч клеток погибают. Образуются целые выпады структур головного мозга, разрушения. Не только человек теряет память, сознание, но и теряет совесть, стыд и другие высшие проявления человеческой Личности. Страшное дело. Дальше читаю. Как же он делит людей? Он говорит, что есть пьющие, сильно пьющие. Факт. Есть. К ним нужна своя мера. Это больные люди. Тут нужно применять более жёсткие меры. Возможно, заставлять, просить их давать клятвы перед Крестом и Евангелием. Ну, ладно, пусть так. Это его мнение. Дальше. Второй момент. Ну, а есть люди, которые могут пойти по другому пути, по пути пьянства, а могут и не пойти по пути пьянства. Это вроде нормальные люди, культурно-умеренно пьющие люди. Эти люди иногда выпьют, может быть, даже немного. Но это не значит, что они напиваются. Особенно к молодёжи, которые находятся на перепутье. Тут важно найти те слова, которые могут удержать человека, особенно молодого человека, от вставания на путь пьянства. Ну, вот хочется сказать. Да, и вот он дальше говорит. Им нужно что сказать? Им нужно сказать. Вы, ну, грубо говоря, вы пейте, но не напивайтесь, знайте меру. Вот про это говорит Осипов. Слушайте, ну, о чём тогда, как можно тут не вспомнить Жданова с его прекраснейшими лекциями, где он абсолютно всё адекватно, разумно объясняет. Это какая мера может быть у наркотика? Ну, давайте тогда тоже говорить. Молодые люди, ну, вы знаете, ну, вы героином колитесь, ну, как не колоться героином? Ну, это же колется многие, это модно, это, так сказать, ну, как, в жизни он присутствует, народов. Ну, вы только умеренно, давайте, там, по праздникам, не надо до умопомрачения, до обмороков, так сказать, и так далее. Ну, культурно. Ведь это то же самое. Или что? Хочет Осипов сказать, что алкоголь менее опасен, чем героин? Нет, алкоголь гораздо опаснее, чем героин. Потому что про героин большинство людей-то знает, что это наркотик, он запрещенный. У некоторых чувство страха есть, чувство какой-то стены, грани. Но перед алкоголем-то многие не защищены. Почему? Потому что этот наркотик, а то, что этот наркотик, я думаю, всем понятно абсолютно, он легален. И вот в этом беда. Алкоголь легализован. И многие не считают его таковым. Хотя, по сути, он оказывает по масштабу несоизмеримые разрушения, даже чем героин и другие нелегальные наркотики. Итак, Осипов говорит, слова нужно найти, особенно для молодежи, которые удержат вот вставание на путь пьянства. Правильный и нет. Правильно то, что слова-то однозначно нужно найти. Как же без слов? Но что значит на путь пьянства? На путь пьянства, чтобы не вступить, есть на 100%, на 100% исключающий такой путь пьянства только один способ. Это быть трезвым. Это пронести то естество, в котором мир, нормальный, чистый мир, маленький ребенок приходит. Он приходит трезвый, чистый. И лить в себя ту жижу, которая из человека делает, я не скажу слово скотину, это оскорбить животных бедных. Ни человека, ни людя. Невозможно, несравнимо. А слова нужно найти. Знаете какие? Сказать, ну что сынок, дочка. Вот этой мерзости, от которой почти уже уничтожен наш народ, от которой миллионы людей мыкают горе, страдают, это не то слово. Если ты не хочешь быть соучастником этого, если ты не хочешь свою жизнь погубить и погубить жизнь других людей, своих детей в будущем, у которых не будет уже шанса быть такими даже здоровыми, как ты, потому что каждое поколение последующей будет более больным, потому что алкоголь генетику вырождает, это нужно сказать такие слова, что если ты хочешь быть, не опозорить наших предков, если ты хочешь быть человеком честным, светлого ума, порядочным, справедливым, ты не должен никогда в жизни потреблять то, что делает из человека нелюдь. А это именно поганое пойло, которое называется алкоголь, и с разными красивыми фантиками продается. Я, конечно, очень хорошо понимаю Осипова в том, что он является, ну скажем, структурным звеном вот этой огромной машины, которую они, конечно, называют церковью, так сказать, христовой, там, как угодно можно назвать. На самом же деле это, конечно, идеологическое оружие, но в нем есть причастие, в нем есть вино, и он должен оправдывать. И, безусловно, он говорит слова о Христе, о том, что глупость о том, как некоторые говорят, что это вино понималось, так сказать, вот как виноградный сок в положительном смысле, хотя это, конечно, на самом деле и так, потому что не скажет же Осипов такие вещи, не войдет же ему в голову то, что Иисус говорил, рекомендовал людям употреблять то, что приводит к уничтожению как самого человека, так и народа, детей, конечно же, нет. Я прекрасно понимаю, что вино используется при причастии, и не согласен, разумеется, с тем, что Осипов говорит, что Христос именно говорил о, мол, вине, именно об алкогольном, ни о каком виноградном соке он не говорил и так далее. Ну, тогда давайте вопрос по-другому поставим. Неужели вы, дорогой товарищ Осипов, и другие те, кто так же мыслит, допускаете мысль о том, что если Иисус, как и есть, является талоном добродетели, чести, любви, сострадания и всего лучшего, что можно словами и не словами, и чувствами описать, да, и вы скажете, конечно, мне, разумеется, так и есть, я скажу, а скажите, а алкоголь, вино или нет, есть ли случаи, когда выпьет один человек и другого зарежет друга своего, с кем 30 лет дружил, к примеру, убьет ребенка из окна, выкинет мать-алкоголичка, которая тоже вино пьет, и в прямом, в переносном смысле, от вина до водки до самогода это не важно, и вино тоже, в прямом смысле, алкогольная. И что, мы не знаем таких случаев? Миллионы, и вы будете дальше философствовать насчет меры, насчет внутреннего мира, давайте мы это оставим, знаете, в другом месте, давайте мы будем спасать лучше страну и людей, детей бедных, которые ничем не виноваты, уж точно, абсолютно ни в чем. И давайте подумаем о вот этом безумном, мракобесском противоречии. Если с одной стороны, что истина, Иисус, это эталон всего самого лучшего и светлого, что есть и может быть в человеке, и должно быть. И если алкоголь это то оружие, которое приводит к геноциду народа, которое миллионы людей уничтожает, выметает целые деревни, регионы с лица земли нашей страны, меня в первую очередь наша страна обеспокоит. Это миллионы беспризорных детей, которых не было такого количества по вине алкоголя, при живых родителях, не после гражданской войны, не после Второй мировой войны. Это слезы и гори каждодневные, миллионов людей, жен, детей, по вине того, что как бы там не терроризировать, как бы там не философствовать, потому что берет и нажирается. Это сначала он был человеком, отец, муж, а потом он перестал быть человеком, он потерял все человеческое достоинство. Он поменял на рюмку. И что вы, товарищ Осипов, да, так вот к чему я это говорю? И что же, сопоставьте это две вещи. И мог ли Иисус говорить, пейте эту мерзость, от которой вот это происходит? В переносном и прямом смысле. Да никогда. Да никогда. Поэтому не надо говорить глупости. Разумеется, в древние времена вином называли люди в положительном смысле, говоря о вине, когда оно чистое, как природа создала. Слово, название, никто не виноват, что сейчас его извратили. Но было и в отрицательном смысле, когда оно было кислое, перебродившее, то самое спиртовое, алкогольное, после брожения, и вот это плохое, прокисшее, и причиняет, и причиняло всегда горе и беды. И никогда Иисус не мог бы сказать, пейте это. Это раз. И что же вы предлагаете детям? Как вы говорите? Что как, мол, сказать детям, что вы никогда не употребляете? Нельзя же сказать, что под ними не 10 килограмм, а 100. Человек, может, физически не может. Вы знаете, что? Не надо передергивать такие вещи. Если человеку честно объяснить, что такое алкоголь, и не только с точки зрения влияния на организм человека, на здоровье его личное, но и на состояние нации, на патриотические, как бы, нотки, не надавить, это неправильное слово, а указать, объяснить всю правду, чтобы человек понял, что вот эти горе и беды алкоголя в основном, первая причина от алкоголя, когда человек теряя пьет, он становится неразумным, и весь народ становится неразумным. Пьяным народом легко управлять, еще Екатерина говорила, это верно. Такому народу можно любую лапшу на уши повесить. Такой народ можно заменить, заместить постепенно. Это же оружие, оно не так стреляет, конечно, что кровь во все стороны. У людей не такое создается противодействие, оно коварное, пагубное, хитрое, плавно уничтожает нацию. Но уничтожает. Итак, вы говорите, что трезвость это не полное непринятие вина. Нет, трезвость это полное неприятие вина. Я, например, никогда в жизни не употреблял алкоголь никакого, но изначально это было не по причине того, что я понимал, что это такое. Ну, как ребенок, он не может все это понимать. Просто чувствовал, никогда не пробовал. Прекрасно, вот так получилось. Но когда я стал понимать, что же это такое для народа, я не знаю, что надо сделать, чтобы я эту мерзость хоть когда-то ко рту принес, наверное, к стенке поставить. Вот только тогда я, может быть, эту гадость под страхом смерти выпью. Хотя очень не хотел бы этого делать. Так, дальше вы говорите, идти нужно средним путем, без крайностей. Ну, тогда еще раз говорю, давайте наркотики тоже средним путем. Давайте курить, давайте принимать. А извините меня, в 1975 году, когда Всемирная организация здравоохранения опубликовала списки самых страшных на планете наркотиков, она разделила их на социально опасные группы, то к первой группе самые страшные, которые приводят к вырождению нации, относятся на шестом месте табак, потому что в табаке много наркотиков, по-моему, 16 разных. На втором месте героин, а на первом, знаете что? Этиловый спирт. Да, потому что, и я говорил об этом, и Жданов, по-моему, об этом говорил, что организм женщины, то есть вообще никак не защищен от алкогольных ядов. Вот почему, что яйцеклетка, когда девочка рождается, половые клетки, из которых будет, может, зачат быть рожден ребенок, они образуются уже, все образовались на момент рождения ребенка. Новая ни одна в течение жизни не образуется. И вот любая капля алкоголя, выпитая этой девушкой, уже в взрослом состоянии, может сказаться на том, что, поскольку этиловый спирт является также жирорастворителем, липидная жировая внешняя оболочка той яйцеклетки, в которой может быть зачат и рожден ребенок, будет частично повреждена, туда проникнут шлаки, токсины, свободные радикалы, и будет изменение передачи наследственной информации и деление клеток. И это приводит к генетическим аномальным, в том числе, заболеваниям. Поэтому это и есть страшное оружие, которое приводит к геноциду народа. И некоторые народы это поняли, такие как Норвегия или Швеция. Понимала это и наша страна. На борьбу с этим злом в начале прошлого века, в конце позапрошлого, встали великие русские ученые, исследователи, писатели, и Толстой, и академик Павлов, и Бехтерев, и другие. И знаете, что вы... Это трудно мне говорить. Так, дальше. Вы пишете, вы говорите, что редко кто может встать на путь полного воздержания, что люди слабы, что обстановка жизни, среда вынуждает пить. Ну, о чем вы говорите? О чем вы говорите? Да, жизнь тяжелая, кто... Для народа, для многих, особенно на селе. И что? Это повод? Какой повод? Себя человеком не считать? А именно так надо ставить вопрос. Если ты до скотского неправильное слово, но оно емкое просто в сознании людей, если ты себя... Лишаешь себя человеческого достоинства, становишься на четвереньки, если ты... Ты с чего налакал? С этих бутылок? А как так произошло? А меры не знал. А может быть, это произошло с первого... Как ты первый стакан поднес? Нет, не с первого. А почему же начинается это с 10-го, 25-го? А потому что такова природа наркотика. Сначала он тебя сажает на крючок, ну, через посредника. Кто такую мерзость предложил выпить? Иногда это делают идиоты родители, мотивируя это тем, что, мол, лучше при нас, чем в компании, где во дворе и так далее. Лучше не при нас. Лучше ты, родитель, объясни ребенку, что ты сохрани в себе человека, что ты не разрушай себя ни физически, ни нравственно, ни морально. Потому что пьяницы говорят, и преступники, и подонки, для храбрости выпить. Правильно? На плохое дело надо выпить, пойти. А зачем? А чтобы совесть свою в сторону убрать. Потом уже человек решается стыда всего, всей нравственности, всего, что есть в человеке, человеческого. И потом уже родину готов продать, что и происходит. И как подсадили на этот наркотик многих дипломатов, политиков в 50-е, 60-е годы. И сажали тысячи лет назад в других странах и так далее. И тому примеры известны. И разумеется, потому что такова природа. И есть те силы, которые прекрасно понимают, что это оружие пострашнее огнестрельного. Это оружие тихое, тихим сапом можно расточить, уничтожить народы. Как уничтожили индейцев, 80 миллионов, за два поколения огненной водой. Как уже 60 примерно народов крайнего севера нет на территории нашей страны, они уничтожены алкоголем. И Николай II, православный, как вы говорите, ваш боголюбивый и даже в лике страстотерпца, по-моему, включили, понимая, подписал указ в 1896 году, могу два года туда-сюда пропустить, так вот, о том, что на территории крайнего севера, Дальнего Востока запретить продажу, производство, распространение алкоголя, потому что тогда уже ученые, ведущие вели тревогу, видели, к чему приводит, но еще не понимали, с чем это связано непосредственно физиологически, гормонально и так далее, но они знали. Но алкоголь, какой бы человек ни был, к какому народу бы он относился, есть вещество, которое является наркотиком, и рано или поздно оно сажает человека. И поэтому единственный способ не стать алкоголиком, не начинать пить, поэтому детям надо говорить, будь, сынок, честным, будь чистым, не пей, никогда не пей, не начинай, может эта зараза тебя вовлечь, а ты не начинай, нету этого в природе, этой гадости, и даже не пробуй этой мерзости, ничего ты не упустишь из своей жизни, но только приобретешь, только приобретешь, сейчас ты многого не понимаешь, но ты поймешь. А когда, проходя, как Жданов правильно тот же говорит, мимо лужи, где валяется пьяное существо, из которого уже в лужу все течет, надо сказать, ты, сынок, дочка, посмотри, вот это существо, которое потеряло все человеческое достоинство, оно налокалось вот с тех бутылок, что в киосках, вот в этих магазинчиках продаются врагами нашего народа, на уничтожение тебя, меня, наших будущих детей, внуков, правнуков. Пойми, этот человек тоже родился хорошим маленьким ребенком, был так же бегал, радовался жизни, и вот что произошло. Не потому, что он слаб, не слаб, это разговоры от лукавого, а потому, что он когда-то принял это в жизни. Он обманулся, его обманули, неважно, он это принял, а это в чистом виде вот действительно бесовское зелье, вот если уж говорить, на такой язык переводить. И не надо философствовать насчет того, что, товарищ Осипов, что Иисус там говорил про вино то самое, то самое миллионы людей погибло, убило, уничтожило всевозможными методами, а за историю человечества, я думаю, сотни миллионов, миллиарды. Все эти инсульты, инфаркты, те, которые непосредственно вызваны к разлияниям из-за того, что закупорка сосудов от слипшихся эритроцитов происходит, прямое следствие, самое прямое, вы что? Всключите хронику любого дорожной патрули, их там, бог знает, сколько этих передач сейчас. В каждый, каждый сюжет водитель семерых сбил, в пятерых насмерть детей сдавил, и всегда он пьян. Но это просто из вон ряд выходящий. И с этой философии, знаете что? Это похоже на вражескую пропаганду. Человеком будьте, в первую очередь, а не фанатиком, человеком. Далее Осипов говорит, я даже это в рамку обвел, наша задача заключается в том, что надо сказать, хорошо, пей, но никогда не напивайся. Хорошо, сынок, колись. Ну, слушай, но до безумия не накалывайся никогда, чтобы ты вот-вот не валялся в конвульсиях, ты по чуть-чуть колись, совсем по самую малость. Или вы что, не понимаете, что природа наркотика одна и та же? Легких, тяжелых наркотиков. А ведь все, вы знаете, что ни один наркоман героиновый не начинал с героина. Ну, может быть, буквально один человек из многих, многих сотен тысяч. А все начинается всегда со слабых наркотиков, с доступных наркотиков, которые на каждом шагу и которые обществом, к сожалению, не приняты в широком понимании и в утверждении, что это и есть самый страшный наркотик, с доступного, с алкоголя. Человек начинает ребенок с пива, который на каждом углу продается, который стоит, как газировка. Он начинает с пива, дальше тянется к сигарете, к более тяжелому наркотику. Кто-то, конечно, не курит, остается на алкоголе, испиваются так же. Кто-то уже на сигарете и прокуривает своих детей и близких и еще хамит при этом, что, мол, мои права ущемляются. Ты свои права в одно место засунуть должен, если это убивает других людей. Твои права. Ты где-нибудь на помойке покури. Если ты такой идиот и хочешь себя уничтожать, это твое дело, но ты не имеешь права уничтожать рядом стоящих с собой людьми. А то, что ты думаешь, что это не вредно, что это не так опасно, как говорят, это твои... Хочется выразиться, но не буду. Мнение. И не надо эти глупости в ранг истины возводить. Ну а кто-то уже докатывается и до героина, и до других. Там колется, нюхает, там не важно что. Правильно? Но этот человек никогда бы не стал колоться и нюхать, если бы он когда-то первый наркотик не попробовал бы. Все начинают с этого. Героины-вои наркоманы могут перестать употреблять алкоголь только потому, что им уже не до того. Но все, кто в реабилитационных центрах, те единицы, которые перестали колоться, все стоят там, пыхтят, все поголовно. Да, лучше, мол, лучше, чтобы человек был нормальным человеком, чтобы он в жизни никогда это не пробовал. А вы что говорите? Вы говорите, что примеры приводите, аналогии такие, что начинаю, мол, что ж, тогда не есть, не жить, не дышать, мол, начинаю есть, объедаюсь. И что ж, лучше совсем не есть. Но это, извините, это кретинизм. Ну, как можно сравнивать естественные вещи, процессы потребления пищи? У нас рот есть, да, чтобы говорить в том числе, но главная задача принимать воду и питание. Хотя вода это главная пища, но не важно. Но не для того, чтобы запихивать туда всякие извращенные субстанции, которые не предусмотрены природой. Критерии пьянства. Как он приводит пример, что же, я не хозяин в своем доме, чтобы по узкой дощечке не идти, мол, мужика от этого надо в сторону отводить и так далее. Но выходит, не хозяин такой мужик себе. Если он хочет, да не может, а потом уже и не хочет, потом уже вообще ничего не понимает. Посмотрите, что в деревнях творится. Бутылки, окурки на каждом шагу уже из окна кидают своего дома. Полисадники превратили, потому что у человека разрушается, деградирует все, личность. У него нет тяга к прекрасному, он не хочет благоустроить вокруг себя свое пространство жизненное, двор, сад, а значит и улицу, значит и город. Да, у нас работают пока видимость городов, потому что убирают, чистят, но без этого невозможно, да, но жизни-то нет. Чем сильна была русский народ и вообще все народы мира? А тем, что с землей связь была, с природой, с укладом жизни, с традиционным, преемственностью поколений, все это разрушено уже. Мы живем сейчас в иллюзорном мире, который может рухнуть в любой момент. И будет человек, человек, волк. И вы хотите с церковью, как вы дальше, я просто специально сейчас пока дальше я пройдусь по этому поводу тоже. Вы все клоните к выцерковленности, но не на бумаге, это вы правильно говорите, не по своей совести, по внутреннему голосу, по правде. Но это другой вопрос. И вы говорите, а с чего вы взяли, что человек, который пьет, лучше тех, кто не пьет? Это то есть как понять? Это то есть, что это за извращенная философия? Ну да, можно сказать тогда так вашими словами. А с чего вы взяли, что там мать, которая выкинула своего грудного ребенка из окна в пьяном угаре, лучше тех, что не пьет и ходит с ребенком, играет, ухаживает, холит и лелеет и так далее, и воспитывает. Да вы что, вы в своем ли уме, дорогой товарищ? Вы в своем? Какие вещи, во какого порядка вообще говорите и сравниваете? Это что за игра, в какой лагерь? Вы вообще что делаете? Разрушаете? Какая ваша задача, я не пойму? Это просто у меня, вот я не могу просто понять искренне, что это такое вообще? Вы вон приводите пример. Сидят бомжи, вы проходите, видите, они радостные, пьют, у них стаканы разложены. Вы даже сами с радостью об этом говорите. Обнимаются, люди счастливы. И вы говорите, что вы им скажете, мол, не пейте? Вы знаете, вот если сидят уже, мне хочется сказать, и может быть, я и сказал бы. Вот может быть, я им и сказал бы, но упор надо делать все-таки не на тех людей, которым уже, скорее всего, слово никакое не поможет, а на детей. Вот именно с подрастающих поколений. Чтобы страна-то, был у нашей страны хоть какой-то шанс, чтобы дети выросли, стали нормальными, честными людьми, трезвыми, здоровыми, и сами нарожали уже не одного полуколеку, а здоровых, и как можно больше людей, детей. А если вы думаете, что алкоголь, если они будут умеренно пить, не приведет к тому, к чему приводят миллионы людей, которые тоже в свое время умеренно пили, откуда миллионы алкоголиков берутся? Из армии умеренно культурно пьющих людей? А почему они стали алкоголиками, а меры не знали? Знаете что? Вот они не стали, не знали и не будут знать. Никаким словом божьим, не божьим, ничем вы не сделаете это. За столетия ничего сделано, а вот можно сделать другим. Потому что в русском человеке сильно другое начало. Если человек поймет, что ты, если ты употребляешь алкоголь, ты преступник, ты уничтожаешь свой народ, детей, будущее нашей страны, ты соучастник, если ты вносишь лепту, своим употреблением, ты вносишь лепту в дело уничтожения страны, народа, детей, вот тогда русский мужик воспрянет, и это происходит. Это происходит, и он говорит себе, да я себя человеком считать не буду, как бы подсознательно говорит, кто-то сознательно, кто-то подсознательно. Да я... Это гордость человеческая, вот это не гордыня, а нормальная гордость человека, человека с большой буквы, а не как вы пишете, слезняк там, таракан и так далее, на человека. Нет, человек не слезняк, он превратился в слезняка, его превратили в слезняка, но человек должен равняться не на миллионы слезняков, а на отдельных, других личностей, которые всегда, во все времена, вставали и спасали свой народ. Такие, как Академик Углов, например, который посвятил свою жизнь не служению, как болтовне, пустой, а реальному служению, помощи своему ближнему, не на словах, а на деле, искренне. Это вот, что такое настоящий человек, патриот, если хотите, святой человек, который куска хлеба и копейку денег не взял ни с одного больного своего, и делал все, как для своей матери, как для своего отца, для каждого человека, сутками не спав, прошла в блокаду, две войны и так далее. Голод, холод, все, сохранил себе человека, какие книги пишут, вы почитайте. Да после этого у людей слезы на глазах, они сказали, и что он был, религиозный человек, он был, да не был он религиозный человек, он был нормальным человеком. И вот дальше Осипов говорит, вот бомжи сидят, ну скажешь это им, что не пейте. Они скажут, а для чего мы живем все равно один раз, для чего вообще вся эта трезвость? Нам и так хорошо, вот мы веселые и так далее. Да, это, 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 это конечно верно. А так у нас, говорит, радость каждый день. И надо, мол, объяснить человеку, что жизнь вечная, что Бог, что, так сказать, это, это все правильно, надо объяснить человеку, что на этом жизнь заканчивается, что это правильно, это, это, это пока правильно. И дальше вы говорите, основная борьба с пьянством должна быть, а не с вином. О, как интересно. Но ведь пьянство-то именно из-за вина идет. Не было бы вина, не было бы пьянства, правда? Абсолютная правда. Единственный вариант, единственный шанс у человека, но на стопроцентный шанс, не стать пьяницей, алкоголиком. И в связи с этим, преступником по тем или иным причинам, связанных с пьянством, употреблением алкоголя, вольным или невольным, преступником, соучастником, это никогда в жизни, эту мерзость, не употреблять. А что так хочется, мне, например, не хочется. Попробовать хотел, не хотел. Потому что в жизни для человека самые главные наслаждения, если мы говорим, я слово удовольствие не буду применять, потому что оно неграмотное, оно связано только с половой сферой человека жизни, наслаждение, либо радость, если с душой, радость, они должны быть духовного порядка, а не телесного. Ах, вы говорите, люди слабы, так пусть будут сильнее, воспитывать надо. Воспитывать, объяснять, многие люди правда не знают, а узнав, имея еще остатки хотя бы совести, они не смогут пить и курить, не смогут. Они найдут в себе силы, которые никогда бы не нашли в себе, если бы дело касалось только личного здоровья. Потому что для русского человека на второе, на десятое место уходит личное на самом деле, чем и сильна была наша страна и наш народ. Вы думаете, что в 30-е годы вот это чудо совершил наш народ? И что, в гулагах из-под палки? Да? Глупости! Полторы тысячи заводов, построенные за пять лет. Потому что люди видели, чувствовали правду, что вот она, поверили, что наконец-то к ним власть лицом встала, что открылись возможности у простого человека, пойти обучиться, стать специалистом, быть нужным и уважаемым, независимо от того, кто он парадословный, каких он финансовых достатков. А достаток будет, пусть не такой у отдельно взятых людей, но он будет равный или будет в той или иной степени больше, если ты будешь работать лучше, честнее, качественнее, но ты будешь получать гораздо больше удовлетворения от того, а простой рабочий человек получает колоссальную радость от того, если он видит результаты своего труда при жизни, если он видит, что он востребован, что его сын будет работать, и он сам еще успеет поработать на том заводе, предположим, который он построил, и это было, и для людей это было счастье, они были сплочены, была идея, идея Родины, благополучия, единства, крепости, духа, силы, растили людей честных, справедливых, и что? Да, они не были христианами, что это были плохие люди, вы что хотите сказать? Что те, кто лез на амбразуру, отдавал жизнь за Родину, за своих друзей, как вы говорите, за братья свои, за други свои, вы что хотите сказать? Если они не были христианами и вообще верующими людьми, крещенными, а их у меня дед не был, и один другой верующий, и крещеные, то есть они были верующие, вот я извиняюсь, это принципиальная разница, но они не были религиозные, и крещеные, и что? Вы хотите сказать, это были люди второго сорта, если они не были крещеные? Те миллионы людей, что давали жизни, подвиги совершали, они не были крещеные, они не были религиозные. И что, это были люди хуже? Да нет, они были получше многих тех, как вы правильно приводите, и лжецов от религии, то есть таких, которые играют на публику, которые делают вид, что они такие религиозные, а за порог церкви вышли и понеслось. Вы правильно об этом говорите? Абсолютно. Я сам терпеть не могу двуличие, несправедливость. Терпеть не могу. Вы об этом правильно говорите? Только вы все клоните к одному, что есть одна истина, и это вот Иисус и так далее. Да, но я бы разделил Иисуса и религию, тем более христианскую религию, современную, и тем более служителей этого культа. Но тем не менее, по сути, дальше. 20 минут лекции как раз на этом примерно прошло. Но дальше я еще сейчас попробую, если по времени у нас получится, и войдет в ролик, договорю. Вы говорите, что смысл жизни может быть только в христианской жизни. Это, конечно, долгий может быть диспут, но это, конечно, полный абсурд. И в этом надо убедить людей. То есть вы с этой точки зрения, с этой стороны клоните. И второе, что же делать? Что же делать? Что я должен сделать, чтобы почитать Бога Христа в себе? Вот чтобы почитать Бога, божественное проявление богов, как хотите, в себе, нужно быть человеком, в первую очередь. И не потому, что будет неотвратимое наказание. Не из-за страха это надо делать. Подло делать из-за страха перед наказанием. Это подлость. Это хитрость. Уже в этом есть противоречие вашей религии. А нужно делать потому, плохо не делать, не совершать плохие поступки, не обманывать, не убивать, не развратничать. Не потому, что будет наказание потом или сейчас по законам мирским, либо Божьим, как вы говорите, а потому, что совесть ваша этого не позволит. Вот я этого не делал. Ни того, ни другого, ни третьего. Не потому, что я боялся, потому, что совесть моя от природы, данная мне, совесть, совместная весть с родом нашим, с нашими предками, это все, как бы вы ни говорили, есть, так же, как есть земля, воздух, вода и так далее. И этот человек чувствует от природы, от рождения. Ему это дано. Но вот алкоголь, это то оружие, которым уничтожается в себе. Совесть, честь, справедливость, все остальное уничтожается. и люди, потерявшие совесть, они ее потеряли в основном из-за алкоголя изначально. Иначе бы не было деградации их личности и души. И вы дальше говорите, какие главные, какова главная заповедь? Любовь, мол, о, это 110 этаж, до этого дорасти еще надо. Какая любовь? Видишь, вы как хватили, мол, ну, кто скажет так, любовь, мол. Нет, подождите. Быть верным в малом, первое. То есть, обжорство, вожделение, лень, вы приводите примеры. Абсолютно с вами согласен. Но вы говорите, а нам давай великое и сразу. А это не великое, это нормальное. Быть трезвым, это не великое, мол, ну, что же делать, будут искушения. Да плевать на искушения. Если человек человек, ему будет наплевать на искушения. Понятно? Все сразу, абсолютно. Начать с малого. Ну, начать, конечно, с малого надо. Так вот, если с малого начать, а именно с маленького грудного ребенка, то будет все прекрасно, и ребеночек вырастет, он будет знать, что хорошо, что плохо. Что есть преступление не по закону, а по совести перед своей жизнью, своими предками и своими будущими детьми. И ты их убийца, если ты употребляешь алкоголь. Хоть раз в год, хоть раз в жизни. Потому что каждая капля скажется, каждая капля скажется в той или иной степени. Но дело не только в том, что она скажется, а в том, что последовав твоему примеру, ты можешь не спиться. Можешь какое-то время не спиться. И у ребенка будет создаваться иллюзия, о чем пишет вот как раз вот в тексте, в письме, пишет вот Андрей, почему он согласен, душой своей понимает, Ждановым, интуиционной, интуицией он понимает. И отцу, вот я хочу эти слова, в том числе, таким людям, как вот отец, который это не понимает. Я надеюсь, что именно не просто там специально, а не понимает Осипов. Иллюзия безопасности употребления алкоголя у ребенка. Вот что может возникнуть, когда ребенок видит, мама, папа пьет, а они веселые, у них на душе вроде бы радость. Вот это подмена, этот суррогат радости, потому что не место радости искренней, душевному чувству, настоящему, глубокому, искреннему. И вот этому поганому зелью, от которого столько горя, столько смерти, столько несчастья и бед. И ребенок будет думать, как бы подсознательно, вот мама, папа, в хорошем настроении, они вот из этой бутылки, потому что это праздник, вот она на столе, это некое то, что отличает праздник от непраздника. Бутылка. И у него сложится подсознательное представление о безопасности, и вы становитесь преступником гораздо опаснее, чем конченый алкоголик, лежащий в луже. Потому что алкоголик, лежащий в луже, это прекрасный пример для воспитания ребенка. И родитель должен, не проходя мимо, сказать, объяснить, посмотри вот на это, о чем я уже говорил. А если папа, мама не напивается, пока не напивается, и у них все радостно и так далее, вот эта самая иллюзия, этот самообман, это самое опасное. И вот те миллионы людей, которые стали лежать в луже, они когда-то, как ваш маленький ребенок, смотрел на ваших родителей дома и радовался того, что рады родители. На эту подмену правды, на эту подмену, на этот суррогат, на эту поганую бутылку, а вернее ее содержимое, и не важно, какое оно, как оно называется, сколько ему лет, и сколько оно стоит. Это поганое пойло. И вы должны воспитывать детей, если вы хотите, чтобы дети выросли трезвыми, чтобы они даже представить не могли. Моя дочь старшая, когда еще была маленькой, шла с моей женой, с мамой своей, и видя, потому что, что такое воспитание, и видя, идет фифа, женщина, я это существо назвать не могу, коляску катит впереди себя, с бутылкой, пиво из сигареты, вот с такими движениями, как в фильмах. Вы понимаете, это, ну, мягко скажу, преступница и негодяйка, и вы еще призываете тут там, философствуя, кто знает, что хорошо, что плохо, я сейчас до этого дойду, но это преступление, так говорить, и проповедовать. Вот это преступление. Какая главная заповедь? Итак, любовь, да, хорошо, до этого надо дорасти. Итак, первое, это быть верным в малом. То есть, сказали себе, я выйду из-за стола, как говорит лектор Осипов, и я не доем до конца. Я абсолютно с вами согласен в этом. Да? Кто уже вот не может, кто не научился заранее, переучил, да, можно такими методами сказать себе слово, держать, но не так завтра, послезавтра, а сказал и сделал. Как много-много лет назад, я когда-то себе сказал, был такой у меня грех. Ну, это сказать, есть и в боли, кто-то скажет, о, больше ничего нет. Ну, конечно, я не святой человек, но, например, вот я кофе там пил, любил, смотрю, уже две кружки, три в день, и я себя сказал. Мне просто стало, знаете, как, противно перед собой. Я сказал, что же я, слезняк какой-то, надо мной что-то берет вверх, что-то, какая-то привычка. Я сказал себе, больше я никогда в жизни не буду кофе пить, просто никогда. И не пью. И что, думаете, я об этом вспоминаю, мучаюсь? Нет, конечно. Конечно, нет. И поэтому не надо говорить вот этой о гордыне, о там каких-то, ну, о чем обычно в таких случаях приводят вот проповедники, что, мол, это другая крайность, это тоже плохо, а в прелесть пасть можно. Вот какая прелесть, хочется на это сказать. В прелесть, в пасть. Знаете что? Если человек является личностью, он об этом даже думать не будет, а не то, что впадает в прелесть и гордится тем, что и о ней там. А к слову сказать, это не впасть в прелесть. Дальше. Вы говорите, а второй пункт, если первый быть верным малым, второе, более важное, как вы говорите, без чего невозможна духовная жизнь, кто есть я, понять. А я, уважаемые слушатели, слушайте, что говорит проповедник, а я есть червь, а не человек. Блоха в Израиле, как, по-моему, Павел Апостол или там кто-то, цитату вы привели. Вот с чего начинается духовная жизнь, то есть самоуничижение, да, вы хотите сказать. Или вы хотите сказать, что это такая истинная правда, что человек есть червь. Ну, в таком случае вы себя, пожалуйста, считаете червем, а я, например, того же академика Углова, ну, коль уж сегодня о нем тоже зашла речь, это такого человека, который своим примером вдохновлял миллионы, служил не себе, а людям, был человеком, творцом, человеком. Это не червь, и человек не есть червь. Это ваши идеологии, вот это христианское, только прошу сразу отделять Иисуса самого как Личность от христианства, которое создали люди, как идеологической ветви власти, религии. Не червь человек, человек-творец, человек-это Личность. Надо решиться, решиться, жить по заповедям, а я бы сказал, знаете что, мне плевать, какие там заповеди, вот лично мне, я хочу по совести жить. А если законы совести, законы природы, законы совести совпадают с заповедями, заповедями, но они совпадают, то это прекрасно, значит, все совпадает, но мне все равно, кто, что сказал и что заповедовал. Я хочу жить по законам совести, а совесть человеку, как показывает жизнь, правда сама, велит, если она не извращенная, не искривленная, как раз то, что совпадает, в том числе, с заповедями, то есть сходится все. Но это не потому, что человек только религиозный, или как вы говорите, верующий. Наши, те же самые, как я приводил, в пример, солдаты, или другие люди, или просто, они не потому, они не были верующими, религиозными людьми, но они совершали те поступки, которые мало кому, из религиозных, самых светлых, святых были подвластны, кто был способен на такие поступки, на поступки, а не на слова. А кто принял решение, начинает жить по заповедям, и возникает покаяние, каянство. Если человек совершил плохое, пусть даже в душе, он должен покаяться перед самим собой, но к этому его призывает опять-таки его совесть, говорят, меня мучает, гложет совесть, вот мерило, вот то, что призывает к покаянию. Мол, великие молитвенники впадали в прелесть, а что же вы хотите с простыми червями? Ну, прекрасно. Так что же такое молитва, вы говорите? То есть, как, чему молиться? Опять, значит, чтобы не впасть в крайность. Ну, если вы спросите, он говорит на могиле Матроны, ну, святой, да, московской, о чем? У людей простых, о чем вы молитесь? И люди начнут перечислять, а вот, чтобы болезнь прошла, вот, чтобы достаток, деньги. И говорит, я ужасаюсь, я с вами согласен, я тоже этому ужасаюсь, что люди всегда примитивно, ну, я понимаю с одной стороны людей, понятно, они все материальные, как вы говорите, а если бы, а надо было бы по-другому просить Бога, о чем типа, как вы говорите, избавить от жадности, помочь избавиться, от тщеславия, я с вами абсолютно согласен, но это работа над собой, она складывается из вашего понимания, если вы поняли, что вы и пытаетесь что-то сделать с собой, это уже работа, и человек способен избавиться от этих пороков, страстей и так далее. Но не надо этого допускать в идеале. Так. А, а вот это очень интересный вообще, ну, там неинтересный очень момент, как говорит Осипов дальше. Неизвестно, вот по этой логике дальше он повествует, спасся бы тот разбойник, что висел справа от Христа, если бы не был бандитом. Неизвестно. Вы представляете, что это вообще может значить, такое выражение? Ну, что же делать? Ну, есть преступники, есть бандиты, есть там проститутки, есть убийцы, маньяки. Ну, что ж, ну, жизнь такая. Ну, главное не это. Главное, человек, чтобы искренне успел покаяться. Главное, чтобы он осознал свои ошибки. Вы знаете, что? Вот такая политика, она хороша для философов пустых, но она опасна и преступна для народа, для общества, потому что мы допускаем возможность существования и как норму в тех же самых пороках, с которыми борется церковь. Ну, что делать люди слабы, мол, вы скажете, преступников, подонков, мерзавцев и так далее. А надо это даже в мысли не допускать, что это является чем-то не то, что нормальным, а чем-то неотъемлемым, неизбежным. Ну, что делать с этим? Делать можно чего? Воспитывать другое общество. Разумеется, в нашей нынешней ситуации политическое, экономическое и проще это невозможно. Но возможно, чтобы каждый из нас изменил своей семье. И вот если каждый, это, конечно, невозможно, вот тогда от противного будет эффект. Тогда мы добьемся этого, независимо от того, что наша правящая элита делает все, чтобы мы были пьяницами, развратниками, преступниками, растлителями и так далее, и так далее. Далее совсем тяжко. Приводит Осипов в пример, когда, ну, например, приходит на причастие или просто вот церковь женщины с советом к батюшке, так сказать, что, мол, беда у нее, и действительно страшная беда, она мучается, сын, алкоголик, из семьи несет все и так далее. А он говорит, а надо молиться, значит, ты не знаешь, как должно быть. Ты не знаешь, как должно. Может быть, это Господнее проведение. Может, это воля-то. Надо говорить, пусть будет воля твоя, а не моя. Я не знаю, Господи, что лучше. Ты знаешь, как будет, так и есть. Это что вообще? Это что такое? Ну, тогда нашу страну бери голыми руками и, собственно, что и сделали. А мы покорное стадо баранов. Мы не знаем, Господи, что лучше. Мы думаем, что дебилы мы, что не знаем. Наверное, мы знаем, что это белые, а это черные. Уж, наверное, мы это знаем. Уж не такие же люди идиоты. Я вот это прямо, вот знаете, не могу прям спокойно, честно говоря. Это... Вот какой абсурд, да что можно договориться. Это называется фанатизм. То есть то, что лишено абсолютно здравого смысла, логики, разума вообще, и человек призывает к покорности баранов. Ты делай что угодно. Со мной, с семьей, ну я буду, ну что делать-то, что делать? Наш Бог, говорит он, это как бы лицо. Ты должен с вниманием, как человек к человеку, как подчиненный к начальнику относиться, общаться перед лицом икон там и так далее, и так далее. А не поступать, как... Как только поганые слова не сказали, ваши любимые, я имею церковные. Язычники. Но про язычников прокатился. Мол, это, говорит, язычники, там не важно, что, мол, мантры читают, не пойми чего. То есть к некоему, к мельнице обращаются, а не к личности. Ну это, знаете, это в вашем извращенном фантазии так кажется, что те язычники, правда, грамотнее сказать, все-таки православные славяне, потому что слово православие к христианству отношения никакого не имеет. Это Никон, ваш товарищ, который был, кстати, страшным, в страшные крайности впадал, страшно был тщеславным человеком, надменным, злым, ожесточенным. И вот ваш Никон, преступник, который миллионы людей убил, и извратил, и вообще перевернул мироустройство государства, вот как раз Никон назвал, сделал этот перевертыш, православие, украл термин у русского народа, потому что правь, славь, там два корня древних русских. Мир прави, мир прави, есть яви, нави, опять-таки он будет говорить это язычество, ну и что? Это природа. Это природа. Явный мир мы видим, поэтому слово явный, а мир прави, от слова править, высших сил, богов, существ, тех, которые более высокий уровень прошли, развития, эволюции, на нас не заканчивается, это правда. Мы не высшее, так сказать, звено в природе, существа, но наша душа, дух вечен, и независимо от того, она останется, душа вечна, независимо от того, будем мы христианами, или мусульманами, или будем еще какое-то религиозного исповедания. Вот, это не зависит, да, наша душа вечна, и не потому, что мы христиане. Так, ну хорошо, лицо наш бог, а язычников понятно, он не любит, но это все понятно. И вот хорошая, действительно фраза, чем я его сейчас говорю, лучше пять слов умом, чем тьму языком, ну то есть 10 тысяч, по-славянски тьма, да, что много языков, то есть другими словами, лучше в душе, в своей, но обратиться к Всевышнему, скажем, с глубокими чаяниями, искренне, не наигранно, а искренне всегда делать надо все, и это всегда лучше, и это всегда правильно. Ну и буквально тут осталось немножко у меня еще, я просто, к сожалению, минуте на 40-е, 50-е все выключилось, там с интернетом была проблема, и он в результате говорит, то есть, вот он говорит, и, мол, он так, ну, разочарованный, так сказать, вот что-то, мы все, мы куда смотрим, мы все смотрим в свой карман, там, финансовый, материальный, а душе, мол, ну это правильно, и он говорит, мы все неверующие, мы все, мол, неверующие, все мы не так молимся, не так, так сказать, не искренне, это правильно, мы все, и дальше он говорит, мы язычники, мы просто, мол, да, да, мы языки, только если в этом термине, он прав, вот вы, товарищ Осипов, совершенно правильно сказали, потому что русскому человеку всегда во все времена, и при Алексея Михайловича, и до него, и так далее, всегда была чужда, не наша религия, не наша, которая к нам, к русским, к славянам, но она чужда во всех отношениях, а заповеди, которые вы можете, как к светлому, хорошему что-то, они всегда и так были, не надо говорить о том, что кровавые жертвоприношения, вся эта чушь и глупость, вероотступники были всегда, и некоторые племена разных народов, впали в это извращение, но славяне, что описывают все источники от древнегреческих и так далее, была самая высокая нравственность, что и свидетельствует, и что перешло не с христианством, а вопреки ему и осталось, и если те же христиане и европейцы, я знаю, вы про католиков скажете, что это не то все, знаете что, вот они резали, убивали, и жгли и так далее детей, и среди наших людей есть такие мерзавцы и подонки, но наш народ в целом, когда были войны, горе и так далее, несмотря на свои горе, и кормили врагов своих, и спасали их детей и так далее, этим был силен наш народ, духом и так далее, и не потому, что он был христиан, вы почитаете, Господи, классика всех, Куприна, Лескова, почитаете все, что касается, там, Мельникова, Печорского, там, да, наших дореволюционных, там, и вы увидите, какой был народ, или вы почитаете Афанасьева, его сказки, и вы увидите, как к попам относился русский мужик, он путешествовал по всем губерниям, и это прекрасно видел, да это, и почитаете все, что связано с более древними источниками, почему начались все эти вот проблемы, перипетии, так, при расколе, так сказать, даже фильм, я советую посмотреть, раскол, вот, Достали, он очень хорошо снят, там прекрасно психотипы, показаны того же Никона, того же, значит, как противовес ему, кто остался, я его, кстати, больше уважаю за крепость своих идеалов, за свои убеждения, человек пошел на смерть, само по себе это заслуживает колоссального уважения, именно душа русского человека так подсказывает, всегда в русском народе идейные люди, ну, на идеях, которые как, ну, хотя бы, которые позиционировались как идеи добра и справедливости, на светлых идеях, а не каких-то человеконенавистнических, вот, кто люди достиг в этом, высочайшего уровня самопожертвования за свои идеалы, они достойны были всегда самого высокого восхищения и уважения в русском народе, так и есть, это, я говорю о Аввакуме Протопопе, который, хоть и был фанатиком, но это человек, который за свои убеждения, он так жил, вот это как раз то, о чем вы говорите, чтобы жизнь не расходилась реальная с декларированием, вот это вот ярчайший пример, я его уважаю, потому что я разумный человек, мне не важно, там он христианин или еще кто, мне главное, какой человек, вы знаете, как у Высоцкого в песне, да, хотя он был и пьяницей, и курил, и так далее, но я говорю про факт, он писал, прекрасные слова, не лучше ли в жизни быть приличным человеком, вот это вот абсолютно верно, а это не зависит от религии, никогда не зависело и не будет зависеть, а наоборот, религии могут ввести человека в фанатизм, что страшно, вот называют порой сыроедов там, или каких-то людей, ребят в экопоселении, кто собираются в там некоторые секты, а вот люди всегда клеймо вешают, благодаря СМИ, вот этой пропаганде идиотской, через вот эти телешоу, прочие опасения бабушек, домохозяек, да, вот эти извращенные опасения, что, мол, что-то непонятное для них, сразу секта, секта это как раз вот вы, то есть те фанатики, которые все сводят к одному в мире, в жизни, хотя была и до этой религии жизнь и мир, и миллионы лет все существовало, и так далее, ну, я просто не знаю, это в диалоге я бы ухваса поговорили бы мы с вами, в диалоге, в прямом. Ну и последнее, пожалуй, а вы очень хорошие правильные слова, кстати, сказали потом, о том, что воздерживаться надо от того, о чем совесть, разум и совесть говорят, абсолютно, вот я про то и говорю, понудить себя, свою совесть на благо, то есть понудить свою совесть в благо, о чем говорит совесть, да, душа? все правильно, вот это правильно, зимой поприще, ну и, конечно, вот это мне очень понравилось, земное поприще, земное, ну что делать? Это больницы, и все мы больны, как больницы не осуждают за болезни, так и мы не должны осуждать, а вы знаете что? вот то, что я сейчас говорил, я ведь вообще-то не осуждал, ну а можно и так сказать, что осуждал, ну что я осуждал? Подлость, предательство, лицемерие, обман, стоит ли это осуждать? Ну я думаю, что ничего страшного в этом нет, что я это осуждаю, я не осуждаю хороших людей, чистые поступки, даже пусть в заблуждениях поступки, но которые по велению совести, искренних и честных людей, и вот это вот, так сказать, грех осуждения, да, когда ты осуждаешь просто, как старая бабка, сидишь там и на всех там отделать нечего, абсолютно правда, а как же не сказать о подлости, о предательстве, научить другого человека подсказать, подставить ему плечо, как предостеречь от возможных страшных порой ошибок? Нужно рассказать о подлости, о предательстве, о плохих людях, значит уже мы этим осуждаем? Да, ну что же тут делать? А можно это не называть осуждением? Короче, без философии, словоблудства нужно просто жить по совести, нужно быть человеком, и низменные страсти в себе бороть не потому, что ты будешь потом мотаться, скитаться, там, мытарство, и тебе грозит гиена огненная, и уж не знаю, как сейчас это, раньше тогда, по крайней мере, хотя надо понимать, что жизнь, разумеется, вечная, и то, что ты сейчас, как живешь в этой жизни, это было нашим предкам, как вы называете, язычникам, славянам, прекрасно известно, как дважды два, неправильно говорю, как белое, белое, как черное-черное, что, то, что ты посеешь, что ты пожнешь, то, как ты будешь жить в этой жизни, от этого будет, это законы кармы по-другому, ну, можно как угодно назвать, от этого, потому что это законы, в природе есть одни законы, вот глобально, если смотреть, это причинно-следственных связей, и законы причинно-следственных связей, применимы ко всей сфере человеческой жизни, и не только человеческой, это общие законы, эволюции в природе, эволюции души в том числе, И то, как ты будешь жить сейчас, от этого зависит твоя будущая жизнь. Сделал ты плохое здесь, был предателем, изменником и так далее. Будут тебе уроки, очень горькие. Просто это взяли и переначали в некие примитивные представления райад, райские кущи, огненные гиены и так далее. То есть к примитивизму внедрили, в такую жизнь многогранную, сложную, сузили. Оторвали от других причинно-следственных связей, от общей логики развития жизни, знаний о природе. И сделали искусственного человека. Ведь любая религия, она служит для того, чтобы служить определенной группе людей, в ее интересах, маленькой группе людей. Если религия является такой, при которой народ превращается в быдло, в рабов, ну, это, ну, как минимум, это плохо. Я ничего не имею против любых религий. Пусть как угодно. Кто хочет, во что верит, будет убежденным, живет, как кто хочет. Но если это как, не мешает жизни других людей, а главное, общество, народа, если не разрушает его жизнь, устои. Ну, мы начали с алкоголя. А алкоголь? Посмотрите лекцию Жданова, я именно советую вот какую. Она хоть и старая, хоть не в очень хорошем качестве, но лучше ничего не было. Это лекция 2004 года, которая называется так, о медицинских... Нет, алкогольный, табачный, наркотический террор против Святой Руси. В 2004 год идет 4 часа, чуть больше 4 часов, которая заканчивается парой слов о телегонии. Вот это самая мощная лекция Жданова об алкоголе. И уж кто после просмотра этой лекции, будь то священник, кстати, очень многие священники перестали употреблять алкоголь раз навсегда. И к ним, за трезвым словом трезвого священника, людей-то приходить стало больше, чем к обычным попам. И вот есть такой Тихон в Москве, вот архиепископ, по-моему, ну то, что Жданов, общее дело проекта с ним поднимали, вот честным человеком, хорошим оказался. Его это так задело, он посмотрел этот диск самый, вот именно этот. Его так за душу затронул, что он жизнь свою в дальнейшем, как я понял, вот как я вижу из того, что они делали, посвятил спасению народа от этой беды. Он-то понял, что это такое. И я вам советую, товарищ Осипов, понять это, а не словоблудить попусту и на вред народу и людям. Вот это я вам искренне от всей души желаю. Вдумайтесь, что вы говорите. Ну вот и в завершении выступления сегодняшнего на тему алкоголя, на тему Осипова и приславшего вот это письмо Андрея, его опасениях, то, что он просил, как сказать отцу. Я надеюсь, что в результате просмотра вышесказанного мной отец адекватно это воспринят и для себя примет решение правильное, достойное, как пример. Пусть не для вас, потому что вы уже взрослый сын, а хотя бы для внуков будущих. Ведь личный пример, я все время говорю об одном и том же, приведу в конце. Да, те поколения были людьми в целом, в целом, более высокого уровня духовности, сознания, чем нынешний. Несмотря на то, что как раз они не были религиозными людьми, это те фронтовики, те люди, рожденные в 15-20-х годах, на которых пришелся основной удар в войне во Второй мировой, люди, увидевшие много, хлебнувшие горе, пронесшие свою честь, многие, большинство, не запятнавшие. И вот два деда курили моей жены, когда она еще родилась, была девочкой, но они сказали, вот оба родом из Смоленской области, из деревень, что мы, когда уже дочка, внучка, вернее, будет приезжать, как мы можем показать такой пример дурной? И дали себе слово оба, бросим раз навсегда курить. И они сдержали свое слово, потому что они были не слезняками, а они были людьми. И если человек понимает, что и ради чего, ему надо не молиться, хотя я допускаю и такой способ, если так человеку будет легче, если он добьется положительного результата в хорошем деле. Дай Бог, пусть так. Но в первую очередь нужно быть человеком. А человек это не насекомое, как там приводил в пример товарищ Осипов. И я хочу последнее сказать, да, я не невзоров, я не буду говорить, ну, скажем, приводить такие серьезные, глубокие цитаты, такие достаточно, ну, такие, такие агрессивные, да, насчет там вытертой кровью платочками с решеток радиаторов Лексусов, так сказать, некими товарищами. Вот, это все понятно, это как раз пусть он говорит. А я скажу, что и вы, несмотря на то, что я прекрасно понимаю, что вы являетесь служителем, ну, условно назовем культа религиозного, да, пусть вы считаете это истину в последней станции, вы лично, и те, кто вам доверяют, слушают. Но не ставьте никогда, ну, скажем, свои личные интересы, либо интересы определенной узкой группы людей, выше интересов детей, родины, государства, народа, наших предков, светлой им памяти и так далее. Вот это главное не делайте, будьте человеком в первую очередь и говорите правду, то, что душа ваша велит. Ну, я очень надеюсь все-таки на то, что то, что вы говорили насчет умеренного культурного питья и принятия алкоголя в обществе, что это было ваше страшное, было заблуждением и ошибкой, и что вы все-таки поймете, что для нормального человека и для живого общества, которое должно жить, не может места быть в жизни этой мерзости. И начинать надо с молодых поколений, объясняя им, что же будет с ними, с их детьми, с народом, чтобы для них, когда они росли, было естественным быть трезвым и никогда в жизни не употреблять алкоголь. Вот это я искренне вам желаю и всем остальным. А чему вы верите, как вы верите, какое религиозного вы исповедание, это ваше личное дело каждого отдельного человека, и это дело не мое, но не нужно возводить свое мнение в ранг истины. Если эта истина так проста в понимании, если все находится буквально перед нами, и нужно быть честным и перед другими, и перед собой. Благодарю.